Ну, начало некоторое волнение, но самое главное начать, а потом все само пойдет. 10 марта во второй гимназии состоялся очень этап фестиваля ученических проектов «Эврика». Наш фестиваль предназначен прежде всего молодому поколению, учащимся в общеобразовательных школах нашего города и района, тем, от кого зависит будущее России. Учебное заведение встретило участников жюри, а также гостей конкурса небольшой концертной программой. А после выступления торжественное слово было предоставлено директору гимназии номер 2 Гевлич Инне Кимовне. Юбилейный фестиваль, фестиваль «Эврика-2017». Уважаемые жюри, каждый из участников очень волнуется, очень переживает и очень надеется, что его проект будет самым уникальным сегодня на вашей площадке. Я напоминаю, что мы сейчас с вами уходим по 15 площадкам. В этот раз у нас заявлено очень много всего, работ у нас 142 участвуют. Количество ребят более 160 человек, но мы все, раз уж здесь мы более-менее разместились, то на площадках тем более мы разместимся. А после выноса знамени гимназии, каждый участник отправился в кабинет, где проходила защита определенного направления проектов. Соревнующиеся конкурсанты – это ученики разных классов. Ребята затрагивают в своих проектах различные жизненные сферы. Первая школа – это Наталья Курлаков-Артем. И наш проект – это физическое заболевнение окружающей среды. Родители. Можно посмотреть достижения своих детей. Многие ребята не только презентовали жюри свой проект, а также удивили их своими изобретениями и экспериментами. Действие самодельного стифона я сейчас продемонстрирую. Я его сделала из двух банок и трубки. Откачаем воздух из трубки. Мы видим, как вода перетекает сверху вниз. Также необычно представила свой проект ученица 11 класса Мадьярова Ангелина. Она предложила сыграть в игру «Что в красном ящике?». А там находилась катушка Тесла. Кто занимается физикой, тот точно знает это изобретение. Меня зовут Тора Паварина. Я ученица 8 класса. И тема моей работы была физика в танце. Я физикой занимаюсь с самого детства. Меня это очень увлекло. И я решила объединить два своих любимых дела в одном проекте. Мы вдвоем рассказывали о парашютах. Мы хотели совершить в дальнейшем прыжок с парашютом. Поэтому выбрали эту тему. У меня был проект про воздух. Исследуем, используем, охраняем. Тем самым хотел объяснить некоторые явления, происходящие вокруг нас. Создавая свои проекты, дети узнают что-то новое. Важно для Балакова то, что этот конкурс становится уже традиционным. И, возможно, победители данного конкурса в последующем придут в науку. Возможно, они будут двигать вперед Россию. Победителей было определить очень сложно. Разница в баллах стоят минимально. 1, 2, 3, максимум балла. По итогам конкурса в каждой секции был определен один победитель и несколько призеров. Главное, никому не расстраиваться и помнить, что конкурс – это опыт, который необходим для достижения новых высот.